Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 32 главу. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Элиуя, сына Варахилова, вузитянина, из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Видим, что здесь появляется третий друг, он все это время молчал, все 31 главу, но теперь, как самый младший, об этом будет и сказано, он об этом скажет, он возвышает свой голос и начинает обвинять Иова. Он обвиняет Иова, что Иов возвеличивал сам себя в глазах Божьих. Вот что по этому поводу пишет святитель Анзлатоуст. Итак, что же произошло? Цитата. Иов так не считал, так думал Иллиуй, но Иов сказал это не в том смысле, что он праведнее Бога, но в том, что Бог совершил с ним это, он не обвинял Бога в несправедливости. Но так понял Иллиуй. Конец цитаты. Так пишет святитель Анзлатоуст, очень важно окончание его цитаты. Так понял Иллиуй. Иногда люди, когда мы что-то говорим, они понимают это по-своему. Они понимают это по-своему. Потому что в академической аудитории, среди студентов, есть такое понятие неразвитый понятийный аппарат. Вот здесь можно сказать, иногда люди, когда мы им говорим о духовном, а они, как говорит Господь Иисус Христос, имеют уши и не слышат, имеют глаза и не видят, то здесь можно сказать по-другому, что люди не имеют вот этого духовного слуха. Они не приучили его к тому, чтобы слышать духовное. Ну, как это можно еще сказать? Например, давайте вспомним себя. Когда мы только-долько, кто-то из нас делал первые шаги в храме, нам казалось, что здесь вообще ничего не понятно. Что здесь вообще люди делают? Какое-то непонятное чтение, непонятное пение. Когда нам давали ту или иную книгу, мы начинали ее читать, например, книгой святых отцов. Для нас это было тяжело и просто невозможно. Мы думали, как это можно читать? Здесь ничего не понятно, какой-то старый язык. Но постепенно проходило время, и мы приучили свой слух. И сейчас для многих кажется, что может быть прекрасней, удивительной этого слога и стиля, той духовной глубины и высоты чтения святоотеческого. Поэтому Иллиуй, он на самом деле здесь не услышал Иова. Он думал, что Иов возвеличивает себя. Но видим, что во всем он полагается на Бога. Поэтому святитель Иоанн Златоуст так здесь и пишет. И так и говорит, что он не обвинял Бога в несправедливости, то есть Иов, но так понял Иллиуй. И далее мы читаем, что Иллиуй ждал, пока Иов говорил, «Потому что он летами был старше его». Здесь, в общем-то, и отцы церкви, и свидетели Григорий Двоеслов видят некое уважительное отношение Иова, и ставят его, Иллиуя вернее, и ставят его в пример. Потому что нельзя сказать, что все негативное, как мы помним, и все, что говорили друзья Иова, «Все это было неправда, и все это было неприемлемо». Это не так. Много в их словах было и правды. Потому как, мы уже говорили, и снова повторю, абсолютной неправды не существует. По той причине, что во всяком разговоре, во всяком рассказе, будь он так или иначе построен на тему духовную, в любом случае будут какие-то отголоски и искры правды. Потому что дьявол не имеет своего бытия. Вспомним, что дьявол берет повод от заповеди и извращает ее. Дьявол берет повод от заповеди и извращает ее. Итак, Иллиуй ждал, пока Иов говорил, потому что он был старшим. Когда же Иллиуй увидел, что нет ответа в устах трех друзей, то есть трех мужей, тогда воспылал его гнев. Вот что пишет по поводу воспылания гнева. Свидетель Григорий Двоеслов. Цитата. Он видит в этом святую церковь и людей, отпавших от церкви, еретиков. Хотя святая церковь, без всякого сомнения, старше своих противников, ибо они вышли из нее, но не она из них, как сказано через Иоанна. Они вышли от нас, но не были наши. Первое послание соборной Иоанна, 2 глава, 19 стих. Они вышли от нас, но не были наши. Но верно говорится об Иллиуи, что он моложе этих противников. Действительно, после распри, возникших от еретиков, о святой церкви появились люди, надменные, воспламененные высокомерием учености. И когда стали возникать более серьезные противостояния врагов, потребовалась, конечно же, и большая острота мысли и способность опровергнуть аргументы и пристальное исследование слов. А когда люди пылко и талантливо используют эти приемы, то есть исследование слов, божественного откровения, для того, чтобы ответить еретикам на их заблуждение, смотрите, святитель Григорий Двоислов замечает и здесь опасность. В чем? В подходящих обстоятельствах, пишет он, когда начинают люди это все исследовать, как это свойственно пороку гордыни. Они сами попадают от той остроты, которую уготовили врагу, потому что во всем, что они правильно считают относительно Бога, они ищут не Божию славу, а свою собственную. Вот Елеуй, многое говоря правильно, словно говорил совершенно превратно, то есть неправильно, конец цитаты. Видите, что здесь хочется сказать в связи Григория Двоислов? Он говорит о том, что давая ответ, как пишет апостол Петр, скротостью и благовением, дайте отчет своему пованию. И вот иногда, давая ответ, люди увлекаются не для того, чтобы дать ответ, и правда Божия возвеличилась, а люди увлекаются, чтобы возвеличить себя. И от этого, говорит, они попадают в другую ловушку, которую тоже ставит дьявол. Поэтому, когда мы стараемся исправить какого-то человека, впадшего в заблуждение, как сказано это у апостола Павла, братья, когда видите согрешающего брата, исправляете его в духе кротости и смирения. И это такое вот важное здесь замечание, которое делает сидите Григорий Двоислов. И так отвечал Илеуй, сын Варахилов, узетянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я рабил и боялся объявлять вам мое мнение». Многие отцы церкви, склетиан Златоуст и Григорий Двоислов говорят о том, что, в общем-то, это дает такая вот похвала ему, что он как младший это признает. И далее, «Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие получают мудрости, но дух в человеке и дыхание в Сидержителе дает ему разумение. Немноголетние только мудры, и старики разумеют, говорит, правду». Немноголетние только, и старики разумеют правду. «Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я». Действительно, в его словах есть и истина. Не только человек мудрый, тот, который таков летами, потому что бывает человек и седой, но если он никогда не читал Священное Писание и не умудрен премудростью Божией, то трудно его назвать старцем. Скорее, как здесь говорит Илью, он будет старик просто, но не старец. Мы понимаем, что мы подразумеваем под именем старец. Это опытный человек в духовной жизни, в молитвенной, постнической жизни, в прочтении Священного Писания и прочие все правила и условия, которые есть в церкви для возвышения человеческого духа, высоты человеческого духа, так будет лучше сказать. Действительно, бывают люди, которые и молоды летами, но они избраны Богом. Например, такой был Иосиф прекрасный. Мы помним, что Иосифу прекрасно было всего 17 лет, но он был поставлен над домом своим, и Господь его избрал, ему были видения, ему были пророчества, откровения, и помню его смирение, и кротость, и все приключения, которые с ним, кто знает историю Иосифа прекрасного, это и темница, и продажа братьев, и обвинения, и клевета жена Патифара, и когда он сел в тюрьму, и на черпе забыл про него, но потом Господь его возвеличил, он претерпел очень много скорбей. И апостол Тимофей, например, апостол Павел ему пишет, да никто не пренебрегает юности твоей, но к старшим относись, как к матерям, так как к отцам, младших увещевая, и дает им целые пастырские наставления. Поэтому человек может быть и молод, но избран Богом. Но бывает и такой порог, как молодостарчество, когда человек себе возомнил, что он уже избран каким-то образом, избран Богом, и теперь можно давать налево-направо всем наставления. Здесь нужно быть очень внимательным к своему внутреннему миру. Итак, Иллиуи дальше продолжает, говорит, и я, да, вот еще то, что, в общем-то, не очень красиво звучит из его уст, он говорит, и я скажу свое мнение. Ну, вот это вот, пожалуй, самое распространенное, может быть, что есть в нашем современном сегодняшнем мире. Все хотят показать какое-то свое частное богословское мнение, которое порой не совпадает с учением отцов, церкови, с согласием отцов, церкови, с преданием, с определением соборов, с канонами, в конце концов, с божественным откровением. Это очень опасно, когда человек выражает свое мнение, не руководствуясь Духом Святым, потому что все, о чем я сказал выше, это есть не что иное, как святое предание, руководство Святым Духом. И когда человек свое мнение возводит выше Духа Святого, ну, не побоюсь сказать о том, что это есть хула на Духа Святого. Поэтому в церкви, как говорил Божий Августин, как в безбрежном океане есть все. Нам только отсюда надо черпать и научиться тому, как нам правильно ходить, как нам правильно ходить по путям заповедей Божьих. Поэтому здесь все бы хорошо, то, о чем говорит Ильиуй, но вот объявлю вам, говорит мое мнение, и я. Вот это вот, помню, не знаю, как когда, но вообще, когда первые я шаги делал в начале 90-х, в храме меня всегда учили, что иметь свое мнение это дурной тон в церкви, рассказывать о своей жизни, как ты исправился, тоже дурной тон. Надо рассказывать и учиться и житья святых. Сегодня твоя жизнь исправилась, а завтра ты падешь, а ты людей себе вставил в пример. Поэтому можно здесь подать и соблазн. Итак, вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждение ваше, так коли вы придумывали, что сказать, я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обвинил, не обличает Иова и не отвечает на слова его. Ну, здесь не совсем прав Илеву, и потому что обличений было много, но ответов было мало. В первой части он не прав, в второй точно. То есть он говорит, никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Обличений было много, снова повторю, но ответов на слова, которые вопрошал Иов, в общем-то не было. Не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергает его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечаю более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. Вот это вот мы даже видим, здесь не надо ничего объяснять. Снова он прибегает к этому. Опять вроде бы говорит все правильно, но опять окончание его речи звучит, смотрите, два раза местоимение. Вот смотрите, как, вот прочитал, еще раз прочитаю. То и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. И я отвечу, и я объявлю, и мое мнение, и я, и я, и я. Не знаю, кто учился со мной по одним букварям, нас тоже опять в школе говорят, что я последняя буква в алфавите, но здесь очень часто его употребляют. Или вы, вернее, да. То я отвечу с моей стороны, и опять, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино, неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам, то есть он терпел, и теперь он готов прорваться. Но одни отцы церкви говорят о том, что терпение Ильиуя, в общем-то, делает ему честь, а другие говорят о его местоимении слишком часто, которое он употребляет по отношению к себе. «Поговорю, и будет легче мне, откроем уста мои, и отвечу, на лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану». Вот это, опять же, делает честь Ильиую, что он не желает лицемерить, потому как Господь Иисус Христос обличает людей, он говорит, лицемер. Несколько раз горе вам лицемеры, книжники фарисеи, несколько раз мы знаем в Евангелии, встречаем эти слова. Ильиуя не собирается лицемерить, в общем-то, и здесь Иоанн Златоуст, святитель, пишет, что это делает ему честь. Далее 22 стих, чем завершается эта глава, он говорит, «потому что я не умею льстить, сейчас убей меня, Господь творец мой». То есть он говорит, настолько мои, даже фактически прибегает к какой-то мере их клятве, что вот то, что я собираюсь сейчас сказать, долго я терпел и все слушал, все говорили три друга, Вилдат, Сафар и Лифас, но теперь вот меня, как бы он говорит, прорвало, но в то же время делает ему честь, что он говорит, «я не буду льстить, все, что я скажу, я собираюсь сказать». Но посмотрим, то, что скажет Ильиуи, поможет ли это Иову в его страданиях, скажет ли он что-то новое. Об этом будет сказано в 33, 34 и 35 главах, которые мы будем с вами исследовать на следующем нашем занятии.